Привет еще раз! Меня зовут Нара, я риэлтор и работаю в Северной Вирджинии вот уже 15 лет. Так как опыт и знания из меня прут, можно сказать, вы сегодня на моем канале на YouTube, где я делюсь этим самым опытом и этими самыми знаниями. Сегодня я бы хотела поговорить о том, как написать предложение так, чтобы ваше предложение выбрали. Это относится к рынку, когда очень сильный рынок продавцов. Что это означает? Это означает, что домов на самом деле на продажу мало, а покупателей гораздо больше. Сейчас мы испытываем именно такой рынок. Вообще, рынок недвижимости очень цикличен, он убывает очень сильно на стороне продавцов и бывают случаи, времена, когда рынок на стороне покупателей. Когда покупателей на самом деле не так много, домов на продажу предлагается ну очень много и продавцы вынуждены конкурировать друг с другом и как бы пытаться какие-то сделать вещи, чтобы покупатели клюнули на их дом. Но так как сейчас очень сильный рынок продавцов, особенно в Северной Вирджинии, особенно в ценовом уровне тех людей, которые покупают впервые, это 300, 400, 500, 600 тысяч долларов. Мы видим много случаев, когда дом выставляется на продажу и в первые 24-48 часов мы получаем не одно предложение, не два, а несколько и предлагают люди на сколько-то тысяч выше, чем цена, которую продавец запрашивает. Так вот сегодня я хочу поговорить о том, что считается самыми сильными факторами в вашем предложении. Ну и если вы продаете, то вам тоже полезно послушать, потому что вам нужно понимать, какое предложение выбрать, чтобы достичь вашей цели. Потому что иногда бывает, что покупатель вам предлагает гораздо выше цену, но все остальные условия такие, знаете, под большим вопросом и в конечном итоге может получиться так, что вы эту цену не получите просто потому, что вы ее не закроете, эту сделку и покупатель не сможет довести дело до конца. Так вот слушайте внимательно и как бы наматывайте себе на ус, да? И обсуждайте это с вашим агентом, потому что если у вас хороший агент, он вам и сам это все объяснит, но если у вас такие темы не возникнут, то вам нужно будет спрашивать конкретно агента в каждом конкретном случае именно по этим факторам. Ну так вот, чтобы ваше предложение приняли, есть такое мнение, что нужно написать личное письмо. Это в принципе на самом деле полезно, но в последнюю очередь. В первую очередь продавец смотрит на то, сколько он получит денежек в конечном итоге. Что я имею в виду в конечном итоге? Например, если дом выставлен на продажу за 500 тысяч, вам нужно подать такое предложение, чтобы у продавца была как бы чистыми, чистой прибыли, ваше предложение должно быть выше всех. Бывают очень много случаев, когда покупатели не могут себе позволить дом без помощи продавца на оплату их костов на mortgage, на ипотеку. Вообще нужно избегать какого-либо спроса, запроса у продавца оплатить какие-либо ваши издержки как покупателя, потому что для продавца это лишний геморрой, который ему не нужен, и это отнимает определенные суммы от их, как бы, от их прибыли, от их bottom line, да, будем говорить. Вот, например, кто-то подает предложение, говорит, я тебе дам 515 тысяч, но так как мне стоит получить этот mortgage, мои closing costs составят 3% от этой суммы, 15 тысяч, то я тебя прошу, заплати их за меня, потому что я не могу иначе получить mortgage, а чистыми тогда продавец получит не 515 тысяч, как он об этом думает, а 500, потому что он будет 15 тысяч заплатить за closing costs покупателя. Так вот, продавцы смотрят на конечную сумму после всех издержек. Поэтому, когда вы даете предложение, лучше всегда в первую очередь давать его чистым, то есть без всяких вопросов и запросов о том, чтобы продавец за что-либо заплатил. Следующая вещь, на которую продавец смотрит, продавцы мотайте тоже на ус, это на каких условиях покупатель получает финансирование. И, значит, если у покупателя наличные, то наличные, конечно, выигрывают в любом варианте, только если не очень сильно заниженное предложение. Потому что наличные – это стопроцентно наличка есть, а, как правило, покупатель должен показать доказательства, что у него эта наличка есть на счету, готова быть перечислена за этот дом. И, как бы, нет вопросов, по финансированию кредита, потому что кредита здесь уже нет, потому что покупатель просто имеет наличку. В таких случаях покупатели думают, что они могут немножко подбить цену и заплатить немножко меньше, потому что у продавца есть уверенность в том, что сделка закроется. Это не всегда так. Для продавцов, в принципе, есть, да, наличка и уверенность – это, конечно, здорово, но в конечном итоге, если у них есть несколько предложений и другие предложения, у них сильные финансовые условия, то есть они дают первоначальный взнос 20%, у них сильный банк, они знают, что они закроют эту сделку. Продавцы выберут то, где они получат максимум денег на самом деле. Вот если вы конкурируете с предложением, где первоначальный взнос ноль, банк такой непонятный, откуда взявшийся, и никто о нем не слышал, и сделка у вас, покупатель говорит, давайте-ка мы закроем через два месяца, да, конечно, продавец выберет наличку, даже если там немножко ниже цена. Если у вас первоначальный взнос маленький, скажем, 3,5%, 5%, то вам просто нужно сделать так, чтобы агент вашего продавца связался с вашим лендером, с вашим человеком, с которым вы работаете по ипотеке, и чтобы этот человек вас так похвалил и сказал, что вы очень хороший покупатель, и что у вас все на мази, чтобы у продавца не было никаких сомнений в том, что вы в конечном итоге закроете сделку. Потому что в конечном, на что продавец смотрит, это на всяческие вот эти вопросительные знаки в предложении, где и закроет ли он, получит ли он ипотеку или нет, получит ли оценку банковскую дом или нет. Это тоже вопрос, это тоже в контракте идет как условие покупки дома, что банк должен сделать официальную оценку дома, и она не должна быть меньше, чем ваша цена. Если она меньше, чем цена, которую вы предложили, тут три варианта. Первый вариант – это вы отказываетесь от покупки и все, уходите. Второй вариант – это вы договариваетесь с продавцом на ту сумму, на которую банк оценил этот дом. И третий вариант – вы приносите наличку в той разнице, в которой банк оценил дом и ваша цена, предложенная изначально. Чем сильнее рынок продавцов, тем больше вероятности, что вам придется принести наличку либо отказаться от дома, потому что продавец не спустит цену. Потому что они знают, что за вами еще 10 человек стоит, которые готовы купить этот дом за ту цену. И вот мы пришли ко второму, как бы ко второй части того, как можно усилить ваше предложение. Это убрать условия оценки банка. Даже если вы получаете ипотеку, и вы без этой оценки не сможете получить эту ипотеку, у вас есть вариант, при котором вы можете не включать условия оценки в контракт, но при этом защитить себя. И я вам, если у вас конкретно такой случай, звоните, я вам расскажу, как это сделать, потому что это, в принципе, любой хороший нормальный агент знает, как это сделать. Вам в конечном итоге нужно защитить депозит, чтобы при неблагополучной оценке банка вы не потеряли этот депозит и не были вынуждены покупать дом, если продавец окажется не сговорчивой. Так вот, если вы уберете условия оценки банка в контракте, это сделает ваше предложение еще сильнее и продавец будет ближе к тому, чтобы принять ваше именно предложение, потому что не все решаются это сделать. Следующее, смотрите, при покупке дома вы всегда хотите сделать, ну не всегда, мы всегда говорим сделать инспекцию дома, потому что вы не хотите покупать кота в мешке, вы должны знать, в каком состоянии дом. И вот в контракте прописываются условия, при котором вы, если инспекция результаты дает отвратительные, вы имеете право отказаться от покупки дома и при этом не теряете депозит, вы забираете свой депозит обратно. Это условие прописывается в контракте, на это дается время, продавец должен на это согласиться. Есть два варианта вот такого условия. Один вариант, когда вы после проведения этой инспекции требуете или просите продавца отремонтировать какие-то определенные вещи. Второй вариант, это когда вы говорите, хорошо, дайте мне 7 дней, я сделаю инспекцию, но я ничего просить не буду, я либо пойду дальше, либо откажусь от дома. Этот вариант для продавцов более приемлем, потому что они знают, что на ремонт они заморачиваться не будут по-любому. Либо вы отказываетесь и они пойдут к следующему покупателю, потому что, как вы помните, рынок сильный для продавцов, хороший для продавцов в этом плане. Либо вы говорите, хорошо, бог с ним, я сам отремонтирую, дальше продолжаем это делать, что в большинстве случаев и происходит. Но так вот, чтобы сделать ваше предложение наиболее сильным, нужно вообще убрать это условие из контракта. И опять-таки, это не значит, что вам не нужно делать инспекцию, ни в коем случае. Инспекцию делать нужно, но не нужно его притягивать, привязывать к контракту. Опять-таки, хороший агент вас защитит. Вы успеете сделать инспекцию, при этом вы не потеряете депозит, если вдруг инспекция покажет что-то очень страшное в доме и вы не хотите с этим связываться. Если есть желание узнать, как, опять-таки, звоните, я вам объясню, как это сделать в каждом конкретном случае. Так вот, вот получается, смотрите, контракт. Когда вы подаете предложение, оно должно быть в письменном виде, в виде контракта, который продавец может просто подписать, и все, и дом под контрактом. То есть, это не делается вербально, это не делается по телефону или по имейлу, это делается официально. Ваш агент должен составить контракт, и в этом контракте прописываются все условия покупки дома. И вот эти условия, это финансирование. Вы должны получить финансы. Вы даете себе определенный срок на то, чтобы его получить. И если вы его не получаете, вы сохраняете свой депозит и отказываетесь от дома, потому что вы не можете получить кредит. Второе, это банковская оценка дома. Третье, это инспекция дома на предмет ремонта, на предмет газов, на предмет все что угодно. Это любого вида инспекция. И что там еще? Финансирование, appraisal и home inspection. Это вот три вещи, которые, если вы уберете все три, то ваше предложение будет эквиваленту наличке. Но это не говорит о том, что вы не защищены. Вы защищены. И опять-таки я вам расскажу как. Но это нужно смотреть каждый конкретный случай. Вот, ну на этом все. То есть, письмо вы можете уже в последнюю очередь написать, написать, что вы так любите дом, что он вам так понравился. Вот мы семья такая-то, вот у нас то-то, то-то, мы там столько детей, мы хотим ходить в школу. Вот это все на личном уровне. Оно может быть продавца и заденет. Но если ему дадут наличку выше той цены, которую он запросил, без всякого письма, который просто пришел, инвестор сказал, на тебе наличку, я тебе за неделю закрою. Кстати, вот еще один, один вариант, при котором вы можете сделать ваше предложение сильнее. Так вот, он получит этот кредит, какое бы письмо вы там не написали. Так вот, один, еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы сделать предложение сильнее, это, ну как бы, запланировать ваше закрытие сделки на как можно быстрее. Продавцы знают, что они платят моргидж каждый месяц. И чем быстрее они закроют продажу дома, тем быстрее они избавятся от этого моргидж-пеймента. Поэтому чем быстрее вы сможете закрыть, тем сильнее ваше предложение. Сейчас в среднем где-то примерно 30 дней. Если вы говорите, я закрою за 45 дней, это ваше предложение делает слабее, да. Если вы говорите, я закрою за три недели, за две недели, это значительно усиливает ваше предложение. Ну и, конечно, депозит. Чем выше у вас депозит в вашем предложение, тем сильнее вы выглядите в лице продавца. То есть продавец понимает, у них есть наличные, вот у них вот эта вот сумма в депозите, они знают, чем они рискуют. Они рискуют довольно серьезной суммой. На данном рынке, на нашей в Северной Вирджинии рынке, 500 долларов, 1000 долларов, 2000 долларов в депозит, это не серьезно, это даже смешно. Поэтому вот имейте в виду, что депозит должен быть существенный. Мы, как правило, говорим от 1 до 2 процентов предлагаемой цены. То есть, если речь идет о 500 тысячах предложений, депозит должен в идеале быть 10 тысяч. Ну, в общем-то, все на эту тему. Если у вас есть какие-то добавления, если вы считаете, что что-то можно сделать еще, чтобы сделать его предложение ваше сильнее, пожалуйста, пишите в комментариях. Я могу как бы тоже добавить какие-то, может быть, и каждый конкретный случай, конечно, разный. Поэтому есть случаи, когда покупатель вынужден продать свой дом сначала, поставить условиям покупки дома. Я вот продам свой дом, потом куплю твой. Это очень сильно ослабевает ваше предложение. Ну, просто вот ниже плинтуса. То есть, там этого вот в сильном рынке продавцов этого делать вообще нельзя. Ну, в общем, где-то вот как-то так. Ну что ж, в следующую пятницу я еще не знаю, о чем я буду говорить, но надеюсь, что эта информация для вас полезна. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Тогда для меня будет понятно, о чем говорить в следующей пятнице. На этом все. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь лично с вами встретиться, поговорить и помочь, если есть такая необходимость. Пока!